Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале «Здоровье, тренировках и жизни». Сегодня я хочу вам рассказать по просьбе одного из моих подписчиков. Да, просьбы одного подписчика было достаточно, чтобы я записал для вас видос. Потому что действительно тема интересная, тема важная. Я расскажу о том, какие витамины я принимаю. Принимаю ли их вообще, да? И как нужно правильно их принимать. Что нужно делать, каким курсом вообще на протяжении года вам расскажу, что нужно делать, чтобы витаминов у вас в организме нужно количество было постоянно. Потому как от этого зависит частично ваш иммунитет. И зависит множество процессов в организме, которые происходят правильно, если у вас нормальный уровень иммунитета. Все, погнали! Для начала я вам расскажу вообще, как я принимаю витамины, а потом я объясню, почему я именно так делаю. Потому что это все не просто так. Я не принимаю витамины в летнее время, в начало осени и где-то конец весны, да? Я не принимаю в это время вообще витамины. Еще иногда бывает, вот два месяца весны я принимаю, но как только появляется нормальное количество фруктов в продаже, зелени, да, то я не использую витамины вообще, никаких не использую. Даже тренируюсь в тренажерном зале. Но в это время я постоянно использую мед, я использую пыльцу, использую пергу. То есть да, я очень люблю продукты пчеловодства и считаю, что это вообще просто дар. Дар человечеству и, ребята, используйте это. Если у вас там нет аллергии на мед, например, а на мед бывает аллергия довольно серьезная, то используйте мед. Если есть аллергия на мед, то используйте пыльцу или пергу, потому что она гипоаллергенна. Людям бояться с аллергией использовать пыльцу и пергу, они не понимают, что она не вызывает аллергии никакой. Потому что она, особенно перга, потому что она частично уже обработана слюной пчелки и она не вызывает никаких аллергий. Теперь, после, когда проходит сезон вот это теплое, когда есть фрукты, когда есть овощи, когда этот сезон заканчивается, то я использую уже тогда искусственные витамины. Искусственные спортивные витамины, более того, которые я начинаю принимать примерно вот в октябре, ну и где-то там до апреля я эти витамины принимаю, то есть на курсе. И я принимаю их не просто так, а по определенной схеме и не абы какие витамины, а определенные витамины. Если вы тренирующийся человек, как я, допустим, вы реально тяжело тренируете в тренировочном зале, там минимум две тренировки в неделю у вас, то вам спортивные витамины обязательно нужны. По некоторым данным, то, что я находил, что они усваиваются примерно от 25% до 75% в лучшем случае. То есть витамины на 100% не усваиваются. Причина простая. Они там находятся в не совсем естественном виде вообще, они находятся, витамины. И в природе они не встречаются в таком, скажем так, в такой комбинации, как вы находите их в таблетках. А витамины должны быть определенно соседствующими другими витаминами. То есть если вам нужно какой-то, например, конкретно витамин поднять в организме, если у вас упал, допустим, не знаю, витамин D, например, у вас в организме мало витамина D, то вы тогда идете и сдаете на него анализ. Вообще на любые. Чтобы понять, что у вас мало в организме витаминов, нужно идти сдавать анализ крови. Это не просто так вы взяли и начали хавать витамины бесперебойно, обжираться этими витаминами. Ребята, не делайте так никогда. Это, по некоторым данным, это даже смертельно опасно. Это может вызвать множество осложнений в духе, даже, например, может появиться рак, просто из-за того, что у вас слишком много в организме витаминов. И никогда так не делайте. Бездумно вообще не делайте. Витамины – это препарат, это биодобавки, как хотите их называйте. Их нужно использовать только, если они вам действительно нужны. Так вот, покупайте спортивные витамины, если вы спортсмен, если вы тренируетесь. Если вы не связаны со спортом вообще никак, никаких спортивных витаминов речи не может идти. Покупайте обычные поливитамины. Поливитамины и минералы. Потому что там дозировки гораздо меньше, чем спортивных витаминов. Да, действительно, для качков, для спортсменов, которые там, любые боевые единоборства какие-то, вы расходуете больше витаминов, чем нормальные люди. И из-за этого могут действительно угнетаться некоторые функции в вашем организме. Поэтому спортивные витамины, если спортсмен, а обычные витамины, если вы обычный человек. Это правило номер один, да, нужно запомнить и понять это все. Потому что и комбинация витаминов другая. И соотношение, и количество витаминов гораздо больше в спортивных витаминах и меньше в обычных. Если, например, для спортсмена самые важные витамины, одни из самых важных, я считаю, это витамин, конечно же, B6 и B12. Это очень важные витамины, которые человек не может получать, сам синтезировать. Например, витамин B12, вот те, кто вегетарианцы, веганы, у них этого витамина нет в организме. Они знают, что нужно принимать биодобавки, потому что без этого никак. То есть мы, мы не коровы, мы не получаем нужное количество B12 и B6 витамина из растений. Я нашел информацию, что все-таки мы можем получать этот витамин, например, из рыбы. Получать его и вегетарианец тоже может, если, конечно, он ест рыбу, то он может тоже компенсировать витамин B12 и получать его с помощью рыбы, например. Но вообще он содержится в мясе и с растений вы его не получите. Его нужно получать только с добавками, например, или с нужным количеством еды. Теперь смотрите, спортивные витамины. Дозировка очень большая у них. И вы не нуждаетесь в таких больших дозировках витаминов, даже если вы спортсмен. Я рекомендую использовать следующую схему. Я ее применяю уже не один год. Используйте такую схему, вы принимаете по одной таблетке. И, допустим, вот в этом видосе я использую, это не реклама, я использую просто эту фирму американские витамины Universal Nutrition, да. Потому что это не проплаченная реклама. У меня на канале я ничего не зарабатываю, вообще ничего. Мой канал молодой, я в него не вливаю столько, какие-то суммы денег невероятные, чтобы его развивать. Потому что канал развивается только, когда в него вкладывают огромные деньги. Поверьте, это все реклама, это все не просто так, чтобы развить канал, это нужно куча денег в бух от него. Для меня это больше какое-то, знаете, такое просто для себя, для родных, для друзей, там вот для вас, например, да. То есть не проплаченная реклама, я просто использую эти витамины, американские витамины. Можете найти любые другие американские витамины. Почему американские или канадские, я рекомендую еще. Или, в принципе, любые европейские даже можете взять. Потому что они хорошо знают, они знают, что делают, у них крутые технологии. Если вам повезет найти витамины с ферментами внутри уже, ферменты, они помогают усваивать эти витамины. Потому как, как вы уже поняли, витамины усваиваются плохо у человека. Если вы найдете с ферментами витамины, то вообще круто. Я такие находил и применял такие витамины. Вот они подороже, они гораздо даже могут быть дороже. Но это того стоит, ребята. Так вот, я принимаю схема такая. Неделю я пью витамины, неделю я не пью. Можно даже реже. Можно даже одну неделю вообще, например, пить. Потом две недели не пить, потом опять неделю пить. Вот таким еще образом можно. То есть, одну неделю пьете, две недели не пьете. Но я чаще все-таки использую неделю через неделю. По одной таблетке. Когда пить витамины? Это тоже имеет значение. Я рекомендую в первой половине дня, когда вы плотно поели, хорошо поели. Или во время еды, или же после еды. И я советую еще после еды, как я, например, делаю. Я запиваю еду один раз в день. Я запиваю ее маслом оливковым. То есть, я беру две столовые ложки масла. Это примерно 30 грамм. Или, например, одна столовая ложка оливкового, другая льняного масла. Я запиваю маслом еду. И потом я выпиваю витамины. Есть два аргумента, почему я так делаю. Первое. Многие витамины жирорастворимые. То есть, они не могут раствориться вообще без жира. А, как знаете, эти капсулы не с жиром продаются. Которые там поливитамины и минералы. Они просто не могут сделать. Потому что некоторые витамины должны быть в жиру. А некоторые не должны быть в жиру. Из-за этого витамины соединены не совсем естественно. То, что я вам и сказал. Поэтому, если нужно конкретный витамин поднять, поднимайте. Вот, например, витамин А, если вы видели, он продается в капсулах, в таких желтых капсулах. Это жир внутри. И, как видите, в витаминах есть сухом виде он продается этот витамин. И не совсем. Это удачная форма, чтобы его применять. Поэтому вы повышаете шансы, чтобы этот витамин лучше усвоился. Я рекомендую после масла съедать эту таблетку. Это раз. Второе. Когда седой вы кушаете, у вас выделяется множество ферментов всевозможных. Чтобы, собственно, расщепить те витамины, которые вы с пищей получили. Если вы салатика съели, или вы крупы съели какие-то, допустим, злаковые. То есть в организме больше сейчас находятся ферментов, которые помогают его расщеплять. И вот этот фермент, который уже есть в организме на этот момент, он поможет вам расщепить и витамин. Таким образом, когда вы во время еды кушаете витамины искусственные, то вы повышаете вероятность вообще, что эти витамины у вас усвоятся. Теперь о витаминах. Все. Главные вещи вынесите. Не нужно много есть витаминов. Не переборщите с этим, пожалуйста. Потому что из-за многих витаминов, если у вас слишком много будет в организме, может происходить даже отравление вашего организма канцерогенами. И может быть серьезные последствия. Например, если у вас витамина А слишком много в организме, это может приводить к серьезным последствиям. Отравление ретинолом – это вообще очень серьезное состояние. Поэтому к витаминам относитесь, пожалуйста, как к препаратам медицинским. Не используйте слишком много, слишком часто витамина. Вот по этой схеме, которую я вам дал, это научно проверенная схема. Это были проведены исследования в Штатах. И они подтвердили, что эта схема работающая, не происходит гипервитаминоза. Если же хотите, то лучше вообще сдайте анализ и проверьте, а есть ли вам вообще нужда в каком-то витамине. И вообще, нормально ли у вас витамин или ненормально. Потому что это отлично будет практика вообще сделать так. Теперь я хочу вам сказать еще о таком витамине, как витамин D. И нужно ли его использовать отдельно. Если вы… Это вообще витамин уже признан гормоном, чтобы вы понимали. И важность этого витамина очень многие… Сейчас конференции, которые проходят, ученые, на которых выступают. Почти все ученые в своих сферах разных говорят, что витамин D очень важен. Каждый врач со своей стороны видит, в какой области он важен. То есть в любом случае это уже точно. Витамин D действительно очень важен. И применять его все-таки вам следует. Если же вы живете, например, в зоне, где очень много солнца. Не знаю, вы в Бразилии живете или вы живете просто в каком-то солнечном городе, где постоянно много солнца, и вы лета солнца хватаете еще с кожей, то там буквально полчаса на солнце в день, пару раз в неделю компенсирует полностью вообще количество витамина D в организме. Если вы живете не в солнечных широтах, если у вас, допустим, вот, не знаю, там вот зима, как обычная, да, то есть зима, например, там 4 месяца в году у вас зима и снег лежит, то точно у вас солнца не хватает. Если у вас лето просто 3 месяца в году, как вот в таких широтах, как вот, не знаю, там Украина, Россия, да, а в России бывают вообще широты, где света практически нет вообще, люди живут в таком полумраке, то почти 100% вероятность, что у вас мало витамина D. Опять же, можно сдать, пойти анализ на витамин D и определить, что у вас его мало. Это вообще хороший подход делать так. Но если вы, допустим, живете вот такой широте, как я, как я живу, да, допустим, сейчас я вот гуляю, да, уже никакого солнца нет абсолютно, то вероятность огромная, что витамина D вам не хватает. Я советую принимать витамин D или отдельно, или вот как я, например, сейчас купил витамины, у которых витамин D есть уже внутри. Витамин D вот в этих спортивных витаминах он есть, и этого количества вам будет достаточно абсолютно. Говорить о том, для чего он нужен, витамин D, я не буду в этом видосе, потому что спектр невероятно широкий. Реально это очень полезный витамин, это не миф. Нужно использовать витамин D, и чтобы обязательно он был у вас в составе. Препараты. Теперь по поводу каензим Q10. Очень многие качки думают, что этот каензим Q10 чудеса какие-то, просто что его нужно принимать там лошадиными дозами, чтобы там энергия была и все такое, да. Он действительно очень важен для организма, действительно он нужен, и он, скажем так, насыщает энергией, да, влияет в энергетическом обмене этот каензим Q10. Но смотрите, ребята, если вы нормально питаетесь, полноценно, просто хорошо питаетесь, в вашем рационе крупы достаточно, зелень, овощи, фрукты, да, то есть вот просто простой пищей вы питаетесь нормально, мясо вы едите, индюка едите, телятину едите, говядину, то в вашем организме с Q10 все в порядке, и он не требует применения дополнительного Q10 с какими-то биодобавками. Если у вас есть какие-то болезни, и вам врач сказал, что вам после анализа показалось, что у вас мало Q10, тогда вам нужно принимать его, действительно нужно принимать. Но если вы нормальный здоровый человек, то вам не нужно принимать Q10 отдельно, потому что организм, сейчас вот внимательно, организм сам производит этот элемент. Q10 производится сам, в самостоятельном организме. Организм вообще способен многие витамины делать самостоятельно, с помощью бактерий, которые находятся у вас в кишечнике. Поэтому следите за своим кишечником, я уже рассказывал об этом в видосе про иммунитет, потому что очень многие бактерии участвуют в том, что у вас витамины вообще появляются в вашем организме. Поэтому Q10 я не принимаю отдельно. Это просто, я считаю, это не нужно, если вы здоровый человек. Теперь самая моя любимая часть, это я вам расскажу про прием, про то, как я использую, как я ем мед и как я ем пыльцу или пергу. Да, вот эти три основные вещи, которые я использую для поднятия иммунитета круглогодично. Когда я пью, допустим, неделю витамины, поливитамины, да, вот спортивные, я не использую ни мед, ни пыльцу. Ту неделю, в которой я не принимаю спортивные витамины, я использую пыльцу или мед. Или же пергу, если получилось ее достать, потому что пергу сложно достать. Эта перга, это как бочоночки такие, да, они крупнее, чем пыльца. И это просто, она болит практически, серьезно, ребята. Это просто очень мощная, крутая штука. Смотрите, как это использую, как это принимать правильно. Это все, нужно понимать, как это делать правильно, потому что, если вы будете есть пыльцу бесконтрольно, пчелиную пыльцу, были случаи реально, когда у людей почки отказывали из-за этого, потому что почки участвуют в переработке этого всего. И вам нужно, если вы используете мед или пыльцу, пить много воды. Да, нужно пить много воды. И это минимум 40 грамм на каждый килограмм вашего веса, чтобы нормально работали почки, чтобы вы это все могли нормально переработать. Как видите, даже с медом и пыльцой не все так просто, ребята. И все это нужно понимать. Я делаю следующим образом. Я просыпаюсь утром, я съедаю одну столовую ложку меда и все. Через примерно минут 10 я выпиваю воды, выпивая примерно 400 грамм, 500 грамм воды с утра. Я много пью воды, теплой воды с утра. Можете с лимоном воду пить, например. И месяц, в течение месяца я использую мед. То есть, если я ем мед этот месяц, то я не ем пыльцу. Когда я пью пыльцу с утра, то я не ем мед. То есть, нужно чередовать постоянно эти продукты. Месяц мед, месяц пыльцу. Если же это пыльца с утра, тогда я просыпаюсь и беру на голодный желудок чайную ложку пыльцы. Чайную ложку пыльцы и она, ее нужно смешать со слюной во рту. То есть, вы не просто ее проглатываете водой, запиваете. Съедаете чайную ложку пыльцы и слюной размешиваете все. То есть, она начинает уже усваиваться у вас уже во рту. После этого вы, я вообще ее не запиваю. Стараюсь ее именно разжевать, скажем так. Разжевать, со слюной перемешиваю хорошо и только потом проглатываю и только потом запиваю водой уже через какое-то время. И вам советую делать то же самое, потому что это еще улучшит ее усвоимость. Вообще, продукты пчеловодства, они усваиваются очень хорошо в человеческом организме и делают чудеса. Они реально очень круто поднимают организм, иммунитет. Но опять же, не надо схавать слишком много. Столовая ложка меда в день достаточно. Чайная ложка пельцы в день достаточно. Больше не нужно. Не нужно использовать больше. Если это перга, то это примерно от 3 до 5 бочоночков вот таких в день. Тоже утром натощак. Проснулись, утром съели эти бочонки и все, идете по своим делам. Или кушаете через полчаса после сна вы начинаете уже кушать. И это все будет очень круто работать. Это то, что делаю я, то, как я поднимаю свой организм, помогаю ему работать, чтобы организм получал все питательные вещества, все микроэлементы, минералы. Нужно это делать и обязательно за этим нужно следить. Потому что тогда будет все системы в организме слаженно работать. У них постоянно будет, ну сами представьте, организму нужно в какой-то момент какое-то вещество. Допустим, ему нужен витамин D для чего-либо, а его нет в организме. И он не может сам вырабатываться. Например, витамин D не вырабатывается в нас никак. Только или снаружи принять, или же с солнцем. То есть тогда, если у вас его не хватает, организм не знает, как решить эту проблему. Вот у него нет этого вещества, нету витамина D. Что ему делать тогда? Поэтому вам нужно принимать добавки. Это очевидно ответ. То есть не поймите, организм, это происходят какие-то микросбои в организме на каком-то клеточном уровне, которые, в общем-то, приводят или к преждевременному старению, или к тому, что ваш организм начинает работать хуже и, в общем-то, может какой-то болячка привести. Поэтому это все важно. И я сейчас рассказал так довольно быстро вам, как я использую свои витамины, как я правильно это принимать. И рекомендую вам делать то же самое. Потому что, поверьте, я очень много информации на эту тему изучил, чтобы вам сейчас это советовать. Я сто процентов знаю, что вам говорю. Не злоупотребляйте витаминами, но используйте их. Надо использовать это грамотно. Все, ребята, на этом все. Пока. Вот, друзья, все мои витамины сейчас перед вами на протяжении многих лет использую только это. Первое, самое главное, вот обычный мед, который может быть, например, цветочный, может быть липовый, может быть лесовой, может быть гречианый. Периодически я, скажем так, периодизирую этот мед. То есть я меняю то один, то другой просто под настроение, какой мед я сейчас хочу. То есть периодически я использую все. Сейчас это цветковый мед, это цветочный мед. очень, очень крутая полезная штука. Теперь следующее. Вот это пыльца. Обычная пчелиная пыльца. Я рекомендую покупать вам пыльцу у пчеловодов. Не берите ее в магазине. Вот такая вот в магазине продается пчелиная пыльца. Я ее не рекомендую использовать, потому что ее собирают промышленным методом и туда попадает очень много пыли, которая в любом случае останется у вас там. То есть там расстреляют целые сети и промышленным способом собирают эту пыльцу. Так не должно быть. Должно собираться вот как собирают ее пчеловоды. То есть покупайте ее с рук. Найдите свою пчеловоду и берите ее постоянно. И третье вот витамины, которые я сейчас использую. Это от Universal Nutrition такие витамины. Дели Формула. Очень крутые витамины. Мне нравится как они работают. Американские витамины. То есть вот витамины пыльца и мед.